Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече в эфире телеканала «Союз». Это программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня Православная Церковь празднует память святого благоверного князя Довмонта Псковского во святом крещении Тимофея. Он приехал на Русь из Литвы, которую вынужден был покинуть в результате междоусобной брани. В Пскове Довмонд принял крещение и вскоре был избран князем. О том, как выходец из Литвы защищал русские земли, как его приняли псковичи и о его святой супруге, с которой он прожил вместе 33 года, наш сюжет из Пскова. Мы сейчас с вами находимся в Кафедральном соборе Пскова, Троицкий собор. На этом месте этот уже четвертый собор. Изначально появился самый первый деревянный собор в 957 году. По преданию равнопостальная княгиня Ольга, посещавшая Псков, посещавшая свою родину, на этом берегу увидела сошествие трех лучей. И это явление она восприняла как особое знамение. И на этом месте как раз в честь Святой Троицы был построен самый первый храм. На этом же фундаменте строились Кафедральный Псковский собор. В этих соборах принимали крещение особо почитаемый псковский князь Доман Тимофей, который пришел сюда из Литвы и находился здесь в XIII веке. Здесь же, получается, построил первый каменный собор в XII веке Новгородский князь и первый псковский князь Всеволод Гавриил. И все высокопоставленные цари и императоры, посещавшие Псков, первым делом посещали как раз Троицкий собор. И здесь получали особое благословление и совершали молебны у святынь этого собора. Мы с вами находимся сейчас уже в третьем каменном соборе, а по счету четвертый храм на этом же самом месте, получается, который был построен в XVII веке. Мы сейчас с вами находимся рядом с этой удивительной ракой мощей, которая была отреставрирована софринскими мастерами в 90-е годы, в которой находятся мощи четырех особо почитаемых святых Пскова. Здесь покоится Довманта Тимофея в крещении, который принял крещение в этом самом соборе, Троицком соборе. Княжи жил в этих местах с 1266 по 1999 год. Был отмечен особым мужеством, особой ревностью по Богу. Как мы знаем, что он пришел из Литвы, от междоусобных войн укрывался на Псковщине. И придя на Псковщину, псковищи вообще на самом деле очень гостеприимны были и видели сразу искренность. И когда князья с искренностью относились к своему народу, они также с искренностью любили своих священноначалей и своих управителей, чувствовали всякое лукавство. Надо отдать должное, что практически все сражения Довманта Тимофея, все нападающие превышали войско Псковское в несколько раз. Последнее сражение, которое одержал Довман Тимофей, превосходство сил было в 10 раз. Как говорит предание, что перед каждым сражением Довман Тимофей приходил в этот храм, священник, предстоятель храма, благословлял его меч и чуть ли даже не воскладывал на престол. Есть такое вот предание. Символичный меч Довман Тимофея сейчас находится на стенах Псковского Кремля, на Псковском Укроме. Мы находимся в храме Рождества и на Пречечи, это подворье Крипшского монастыря. Вот этот храм древний. Ориентировочно он официально, как бы, дата создания этого храма – 1243 год. Но вообще-то в 60-х годах исследования делали материалы, из которых этот храм изготовлен, такой был поставлен. Это примерно где-то середина 12 века – 1247, 1250, 1147, 1150 год. То есть в середине 12 века был построен. А вот 1243 год, почему зафиксирован? Потому что впервые в это время было… Здесь чудо произошло. Игумение этого монастыря, большая игумение монастыря, здесь уж был женский монастырь, храм этот, конечно, в это время был. Ну, вот, она была убита, она была убита и погребена в этом храме. И вот вместо ее захоронения здесь вот такая икона висела. Это 17 века икона, там была более древняя икона, конечно. И эта икона источила миру. И 12 дней источалось мир, и из нее и собрали очень много мира, которые вышли. И вот этот факт был зафиксирован, как источение мира с иконом, в 1243 год. И официально вот этот год, он и призван годом рождения этого храма. Здесь вообще 12 книгинь погребено псковских. 12. И имена есть у нас, и мы, в общем, постоянно их поминаем. Но вот вторая, которая тоже прославлена как псковская святая, это Марфа Псковская. Она до пострижения, она была Мария. Мария – внучка Александра Невского. И как получилось, что Дамон Тимофей, князь Псковский, и вот когда его пригласили сюда, он пришел в семейством всем, ну и избрали его князем псковским. Ну и для того, чтобы он так не убежал, вот внучку Александра Невского выдали за него замуж. И 30 лет он княжил здесь до 2300 года. А когда он упочил в 2300 году, вот Мария перешла в этот монастырь, была пострижена под именем Марфы и провела здесь по некоторым сведениям 18 лет. Ну, по некоторым она там 8 лет была, по некоторым сведениям 18 лет. И когда она упочила, она была погребена вот в этом месте, справа там видите погребение ее. Ну и как благоверная княгиня была прославлена. Так же, как и прославлен он муж ее Дамон Тимофея, мужик которого находится в Троицком соборе. Итак, дорогие друзья, мы с вами побывали в Свято-Троицком соборе. Уже в это воскресенье храм встретит престольное торжество. На протяжении столетий город Псков в сознании русских людей был домом Святой Троицы. А все потому, что в X веке здесь был возведен по велению равноапостольной княгини Ольги первый на Руси храм Святой Живоначальной Троицы. Совсем скоро не только в Пскове, но и во всех храмах будут петь тропарь праздника. Благословен ты, Христе Боже наш, сделавший премудрыми рыбаков, не спаслав на них Духа Святого, и через них, уловивший весь мир, человека любец, слава тебе. А кондак на русском языке звучит так. Когда, сойдя Всевышний, смешал языки, то разделил народы. Когда же раздал огненные языки, то призывал всех к единству. И мы единодушно славим Всесвятого Духа. Напомню, что празднику Святой Троицы предшествует Вселенская Родительская Суббота, день поминовения усопших православных христиан. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем памяти благоверного князя Довмонта в крещении Тимофея и с наступающими торжествами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok